С именем Аллаха, милостивого и милосердного. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, его семейству и всем сподвижникам. Мои братья и сестры, мир вам и благословение Аллаха. Поминание Аллаха – это самый великий способ для оживления души и сердца. И они нуждаются в нем, как рыба нуждается в воде. Что будет с рыбой, когда она остается без воды? Они уверовали, их сердца утешаются поминанием Аллаха. Не поминанием ли Аллаха утешаются сердца? Поминание Аллаха – это жизнь. Поминающие своего Господа и не поминающие его подобны живому и мертвому. Аль-Бухари. Поистине оно приносит довольство милосердного. Им прогоняется шайтан, прощаются прегрешения, из-за него нисходит благодать, и им отталкивается наказание. Поминание Аллаха имеет большое значение, как об этом сказал Аллах. И однозначно помнить об Аллахе, исполняя молитву и вне ее, более велико, чем другие деяния. Но напоминание Аллаха гораздо важнее. Верующие и поминающие Аллаха являются из опередивших в день воскресенья. Как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, «Аль-Муфарридуна» – опередившие. Люди спросили, «А кто такие Аль-Муфарридуна, о посланник Аллаха?» На что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Это мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха». Сахих муслим. Аль-Муфаррид – это человек, который пребывает наедине с Аллахом своим сердцем и своим языком, поминая его, даже если в это время он находится среди людей. Посланник Аллаха двигался по дороге Мекки и, проезжая мимо горы, называемой Джамдан, он сказал, «Двигайтесь, это Джамдан, одинокие уже обогнали». Они спросили, «Кто такие одинокие, о посланник Аллаха?» Он ответил, «Поминающие Аллаха многократно мужчины и женщины». Имеется в виду, что люди, которых пророк салаллаху алейхи вассалям назвал «Аль-Муфарридуна», раньше других смогут снискать благоволение Аллаха, достичь высоких ступеней и оказаться в наилучшем положении. Поминание Аллаха – это завет пророка салаллаху алейхи вассалям, сказавшему, «О посланник Аллаха, поистине предписаний Ислама слишком много для меня. Скажи же мне что-нибудь такое, что я мог бы делать постоянно». Пророк салаллаху алейхи вассалям сказал, «Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха». Ат-Тирмиди. «И часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение для них и великую награду. И тот, кто постоянно совершает утренние и вечерние аскары, а также аскары, читаемые по различным поводам и случаям, будет из числа многократно поминающих Аллаха, и этот аят будет охватывать его и относиться к нему, как сказали ученые. Достаточно для поминающих Аллаха того достоинства, что сам Аллах поминает их. «Поминайте меня, и я буду помнить о вас. Благодарите меня, и не будьте неблагодарны мне». Также это упоминается и в хадисе Аль-Кудси, когда он поминает меня. Если он помянет меня в душе, то я помяну его про себя. Поминание Аллаха желательно в любое время дня и ночи. Оно не имеет никаких границ. О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно. Поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках, ночью и днем, в поездках и дома, на воде, на суше, в бедности и в богатстве, будучи больными или здоровыми, явно и тайно, в любых обстоятельствах. И если поминание Аллаха сопутствует сердцу, то это является одним из требований поминания, посредством которого оживляются сердца верующих. К одним из самых любимых Аллаху слов относятся четыре слова. Слава Аллаху, Субханаллах, Хвала Аллаху, Альхамдулиллях, Нет Бога, кроме Аллаха, Ла Илляха Илля Аллах, И Аллах Велик, Аллаху Акбар. Пусть твой язык не перестает быть влажным от поминания Аллаха. Оно крепко связано с постом. Приводится хадис от Абу-Дауда, что в момент разговения следует говорить, ушла жажда, жилы наполнились влагой, и награда уже ждет, если будет угодно Аллаху. Конечно же, он говорит это в надежде на награду Аллаха, иначе мы не сможем утверждать. Также адгары, связанные с постом, которых он произносил при разговении у кого-то в гостях. «Пусть у вас разговляются постящиеся, и пусть у вас угощаются благочестивые, и пусть ангелы призывают на вас благословение» Абу-Дауд, 3854-й хадис. И мольбы, связанные с Рамаданом, «О Аллах, поистине ты прощающий, щедрый, ты любишь прощать, так прости же меня». Также, когда мы принимаем пищу во время сухура до утренней молитвы, Всевышний сказал, «Просящих прощения в предрассветное время». Также, «А перед рассветом они молили о прощении». Просьба о прощении у Аллаха это одно из величайших поминаний Аллаха, в особенности в Рамадане. Также, когда заканчивается Рамадан, он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней, и возвеличили Аллаха за то, что он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны. Во всем этом есть возвеличивание и поминание Аллаха, связанное с этим священным месяцем. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы он помог нам завершить его, чтобы он помог нам простаивать в нем в молитвах, и чтобы сполна вознаградил нас.